Иное измерение русской культуры Леонид Николаевич Андреев Сфинкс современности Читает Евгений Бразов-Брышковский Каким далеким от нас представляется то время, когда этические и социальные отношения и умственные настроения чуть ли не всего человечества могли характеризоваться одним исчерпывающим термином. Вы слышите или читаете «языческий рим», и перед вашими глазами с поразительной яркостью встает весь строй тогдашней жизни с самого низу до самого верху, проникнутой одними руководящими принципами. Возьмите вы отдельную личность той эпохи, и в ней вы найдете ту же поразительную гармонию мысли и поступка. Но каким именем историк позднейших времен охарактеризует нашу эпоху? Нет язычников и христиан, но есть то и другое. Нет господ и рабов, но есть то и другое. Самое противоречивое настроение, самое непримиримое начало, самые враждебные взгляды тесно переплетаются в один сплошной и разноцветный комок, и нельзя коснуться одного, чтобы не затронуть другого. Кто он, этот гражданин двадцатого века, этот сфинкс современности? Плачет над книгой, где описывается страдание обездоленных, требует этих книг и этих слез, и каждым движением своей ступни давит живые существа, доводит разврат до размеров, перед которым с изумлением остановился бы сам Рим и прогнившая Византия, и требует от искусства целомудрия и стыдливости, и только тогда хвалит пьесу, когда она кончается торжеством добродетели. Кричит настойчиво и требовательно «Не убей!» И сам идет убивать, и плачет, убивая. Бессильный, как в пороке, так и в добродетели, вечно враждующий с тысячью врагов, засевших в его голову и сердце, одной рукой подающий хлеб, другой его отнимающий, он плачет без горя и смеется без радости. На тысячи языков разбился его язык, и сам не знает он, когда лжет и когда говорит правду. Этот несчастный сфинкс современности, тщетно пытающийся разгадать самого себя, и гибнущий не разгадав. Читано по изданию Полное собрание сочинений Леонида Андреева Том шестой Санкт-Петербург Издание товарищества Маркс 1913 год